Всем привет! Вот я и снова в Карпатах Иду на хомяк Вот поворот на маршрут Сейчас 6 вечера Я только добрался Сейчас что-нибудь перекушу И поскакал Когда ехали сюда, то там дождь такой шел Думал, все, уже сейчас буду под дождем Но он прошел Вот и начало маршрута Сейчас в этой беседке перекушу что-нибудь И пойду Здравствуйте Здравствуйте Чувствую будет гроза опять Но надо идти По крайней мере я в Карпатах В общем иду на полуну на хомякев Уже где-то пол седьмого То есть вообще все в притирку До темноты дойти На вершину Если у вас84 Это выше Да Не Вы 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 ce Продолжение следует... 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 Ок, спустился Столько красивых мест приходится пропускать Ну да ладно, я думаю еще будет возможность нафоткать Опа Физкульптурка то что надо Блин, что же они такие прямо на грани Все под углом Перескочил Это еще только даже не половина Ладно Тут такой прямо косогор и тропы ровно нет Идем Там какой-то просвет там снимал Спустился С того косогора И вот вверх идет тропа Глаза заливает пот Делаем рывок и идем Кажется погода наглаживается Там вообще вон солнце просвечивает Сквозь тучи Ну и отлично Блин, уже чашка под горку идти Капец Идем дальше Фух, капец Только что так конкретно чуть не угулял Спустился туда Потому что шел оттуда снизу И тропа вот так вот идет Себя туда А она оказывается вон тут резко поворачивает И это сразу так и незаметно Хоть бы тут какой-то указатель был Смотрю по навигатору А я уже вот Уже где-то вот тут В середине Вон не понял Это что такое Может думаю глючит Потому что он все-таки вернулся Уже вижу что Ну слава богу все правильно Теперь иду Уже сколько Восьми 19.25 Елки полчаса почти Я не в ту сторону шел Ладно Главное что и погода пока хорошая Иду дальше Спина уже мокрая Снял Решил передышку сделать Встретил только что людей И они тоже там где я Пропустили этот поворот И пошли вниз как я То есть Там много людей вот так вот Ну это же получается как Идешь вот так вот Вниз смотришь на тропу Тропа есть Идешь дальше А знак то Там оказался Резкий такой поворот Так что все в порядке Ну конечно Минут 25 я потратил Ну они сказали Что 40 минут потратили Ну они конечно без рюкзака Но тоже не очень приятно Бродить где-то Неизвестным Ну меня подбодрили Сказали сейчас будет Крутой подъем вверх Так что настраиваемся Так что настраиваемся На жестярку Идем Вот и первый горный вид С высоты С высоты Я аромат В raft Чернадцать С высоты После сделал передышку и тут дождь начался чудесно прямо где уже но вроде как еще чуть-чуть и будет прямая а там уже полуно блины сильно не посидишь бы капает и уже трехи устал еще две минутки иду тут уже темнеет а я смотрю как дятлы долбят смораку блин такой жесткий подъем по навигатору показа что еще метра 600 осталось и вот так вот все в гору в темпу же не могу держать я начинаю сбавлять ну блин там еще такой закатик как бы это успеть то пить хочется уже надо дойти ладно дятлы пока у меня пора неужели я вижу просвет и вон там дым горит кажется я дошел до этой пандоныны похоже тут нормально так лила каясь лякоть до по ходу полуны или еще не блин вижу еще вверх надо идти что там пишет точно еще вверх но уже все равно близко полуны на хомяки 0 5 километра еще ну шо ж буду идти сейчас щекать им зайду спрошу и пойду дальше ну шо ж ну шо ж я бы еще поснимал но уже совсем темно ускоряемся наконец-то я поставил палатку уже 2215 где есть еще люди не знаю ли вообще что-то видно вон там люди есть там костер горит там сыроварные для что я не знаю генератора работает ну и вот такой вот лес был закат я его уже не снимал тут еле нашел место кругом как не корова лепешку оставит камни короче вроде что-то такое более-менее нашел и так чтоб еще под деревом если вдруг дождь ну все блин я еще так замерз куртку одел буду ложиться уже спать ну все блин я себя не снох до завтра ну из них ну Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Место, конечно, не очень такое прямо... Надо бы туда наверх, но я уже сейчас не хочу туда лезть... Солнце пока не видно, но рассвет, видимо, уже наступил... Где-то оно там за этими облаками... Надо будет тут воды набрать... Я вчера уже на последней воде пришел, но сюда уже не хотел... Было темно... На этой полунынии коровы пасутся... Вот кругом это дело... Я в лес... Уже почти очистил, но капец... В траве не видно, куда встаешь, так как уже темно... И такое в мягкое... Хоп... Так... Пока еще не знаю, что планировать, куда дальше идти... Сначала надо поесть... Сначала надо поесть... Где-то пол шестого сейчас... Ну вот такой вот вид... Шум воды... Пене птиц... Красотища... Восход все-таки поймал... Там... Где пробивается лучи, солнце выглядывало... Но я уже не снимал... На камеру... Да... Прям такой океан... Из облаков... Из облаков... Это Синяк... Гора... Там хомяк... Угу... Фы... Ха-ха... Ха-ха... Блин, чуть-чуть так летает... Улетел... Ах, да, красиво. На вершину, скорее всего, подниматься не буду. Больше хочется по лесу походить. Ну, понятно, что он хочет. Ладно, у меня тут есть кусочек данного. Что делать? Так, я как бы от этого избавиться. Сейчас откушу. Вот так. Ну, держи, дружок. Держи. Ну вот, не зря с утра встал. Внезапно разродилась камера, когда я там того пёсика кормил. Вот, думаю, пойду наберу воды, разведаю что-то, как там. И пёсик решил, что надо меня сопровождать. Сидит вот, меня ждёт, пока батарейку менял. Ждёшь меня, да? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. И хочется вот это тебе наверх идти. Ха-ха-ха. Не, он решил, что дурных нет. Ха-ха-ха. Ладно. В общем, пройдусь, посмотрю. О, не трогаю. И тут внезапно пёсик меня догнал. Ха-ха-ха. Ну, думаю, вроде не высоко поднимусь. Хотя тут немного мокро. Вот такое болото. Ну, вроде бы сейчас... Я вообще пока пробираюсь, у меня уже вон штаны мокрые. Всё в рассе. Ну, посмотрим. Может, сейчас я взойду. Ну... Говорил, что не зайду, теперь иду сам. Ха-ха-ха. Как лучи пробиваются вон. До вершины ещё чуть-чуть, но это какой-то жесть. Какая-то. Спускаться, конечно, будет не просто. Ладно, сейчас ещё наверх залезу. Ха-ха-ха. Который тут ходит каждый день, продаёт на вершине чая, медальки. За покорение хомяка. А я спускаюсь. Там ещё какие-то люди поднимаются. Слышу голос. Сейчас. Туман ещё держится. Отлично. Но там, конечно, спускаться я без палок. Немного так подниматься легче. Недуля уже вылез наверх. Так, ну-ну, туда. Камни мокрые. Но это лично же не скользко. Ну, это просто подошва, видимо. Это же те кроссовки, в которых я был на маршруте Сливково-Смолодо. Там, где меня порвало с подошвы. Я возле Росахана на видео показывал. В мастерской поменяли. И лучше прежнего стало. Так, куда-то я сюда или туда. Одинаково. Там под самым верхом нужны были палки. А я без них был. Ну да ладно. Ну вот я вышел обратно в лес. Птички поют. Угудение всяких пчел, или как их назвать. Такие, которые зависают, как дроны. Ну что, спускаюсь в лагерь. Там у меня сбоку еще соседи такие шумные были. Я не знаю, до скольки они не спали. И мне пришлось не спать вместе с ними. Это мрак. Но тем не менее, с утра встал. Вроде как и не чувствуется какой-то сонливости. Видимо, это горы. Горный воздух. Он этому всему помогает. Самочувствию. Красота. Угудение такое, как рой пчел. Горный воздух. Здесь так красиво. Угудение. 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 Все прорвание. Тортсиско. А, например. все собрался покидаю это место буду спускаться к водопаду гук где-то там маркер начинается туман уже рассеялся который утром был там коровы пасутся на столбике было написано три с половиной часа спуск похоже будет какой это четыре километра километр больше чем за час как-то многовато вон вроде бы маркер вдалеке но сейчас я возьму навигатор сверю чтобы опять не бродить не туда но навигатор вывел меня правильно я прошел вдоль этой полосы и вот вот начало маршрута вернее она там вверху начала я спустился чуть-чуть не по тропе в общем вот маркер и вниз на после вчерашнего дождя тут не вижу болото ничего надо идти вот это весело блин мне сейчас все в болоте будет что делать там есть еще красный маршрут или спускаться понятно что три с половиной тут не поспешишь то ладно уже буду спускаться снимать уже не буду тут сейчас за деревья буду хвататься это капец деле спускаюсь хорошо хотите деревья рядом растут от дерева к дереву вот маркер и там вроде бы уже чуть-чуть легче но туда еще надо спуститься сделал передышку по пальцы на ногах уже начинает болеть да и колени прямо тоже отлично что погода хорошая потому что в дождь тут нереально спускаться без падений иду дальше вдали шумит водопад и речка женец или женец не помню осталось 250 метров до поворота на водопад так я вышел 10 27 сейчас 11 30 то есть я практически за час спустился ну еще не спустился потому что он там у него тут еще нормальный такой ford boyard хотя перед этим было покруче но это тоже не слабо хочется дойти кто желки скинуть рюкзак и дать передышку организму уже и колени болят и пальцы все в нагрузке еще и смс какие-то приходят появилась связь камни шатаются ох ну ау надо держать сейчас за деревья держаться сейчас чувствую так не дойду ох ну ау Наконец-то я спустился с этого зеленого маршрута вниз, а тут нет ни лавочек, ничего, ноги гудят, где бы присесть-то. Три стороны на водопад ГУК. Сижу, отдыхаю, тут беседка. Наконец-то, так я уже хотел присесть, ноги гудятся, сейчас еще разуюсь. Уже час дня, двигаюсь в сторону водопада ГУК, но пока что-то так не быстро, все-таки спуск дал о себе знач. Ну ничего, сейчас еще полчаса посижу и рвану. А тут люди ходят туда-сюда. Походу там на водопаде количество людей не уменьшается, одни уходят, другие приходят. В Киеве Семья Семья Прикладка Не перелезли Водоподру 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 Субтитры сделал DimaTorzok Двигаюсь в сторону Татарова Сделал привал,чтобы отдохнуть Сейчас посижу и пойду Короче,это последствие наводнения Субтитры сделал DimaTorzok Двигаюсь в сторону Субтитры сделал DimaTorzok Двигаюсь в сторону Двигаюсь в сторону С самого водопада Гук Двигаюсь в сторону Субтитры сделал DimaTorzok 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 Двигаюсь в сторону DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Двигаюсь в сторону DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 За забором главная дорога Также уже есть9 Продолжение следует... Наконец-то нашел место под палатку. Теперь лежу и отдыхаю. Фу. Еще и комру успели покусывать. Ну вот день не прошел. Был на хомяке, на водопадах. Прошел жесткий спуск с полуны на хомяке. Сейчас где-то между Микулычинами и Татаровыми. Утро наступило. И вот такая радость меня окружает. Загадили мне всю палатку эти раблаки. Сейчас буду выходить. Посмотрю, что еще там. Капец. Под тентом, кругом они. Поеду домой, буду еще и вычищать. Все это их неслись. Но так-то место неплохое здесь. Кроме этих раблаков. Там внизу пруд течет. В общем, буду собираться. Странно, что здесь нет тумана в долине. Чего они туда позалазали? Вот еще такое чудо. Уже отцепилось. Было на веревочке. Уже тут синий. Все коричневые, этот синий. Тут что в горах встречаются. Главное, тут на него еще не наступить. Пока я тут буду собираться. Сейчас все-таки его перенесут. Короче, тут они живут. Вот ползет. Да, нашел местечко, конечно. Так, куда бы его скинуть? Ну, сюда вот. Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. Показать слизь, пусть на него естся босы. Вся палатка в ней. Все, покидаем местные ночевки. Вон хомяк с правой стороны. Иду в сторону Яремича. А, сначала воду наберу. Там пруд течет. Если будет доступ, то я пойду наберу. Все, я в Яремче. Сел в автобус. Маршрут мой закончился. Погода была чудесная. Ну, в общем, путешествуйте. Как всегда, рекомендация. Да. Погода говорит. Продолжение следует...